Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 июля. Память Святого Отца нашего Ювеналия, Патриарха Иерусалимского. Святой Ювеналий принял престол Иерусалимского патриаршества в царствовании благочестивого императора Феодосия Младшего. Во время его патриаршества в Палестине подвязались великие святилики, святые отцы Ефимий, Феодосий, Герасим Ярданский, которому служил Лев и многие другие. В то же время в церкви были смуты, производимые еретиками. Тогда возникла нестарианская ересь, изрекавшая хулы на причистую Деву Богородицу. И в городе Ефесе был создан Третий Вселенский Собор Святых Отцов, на котором Ювеналий со святым Кириллом, патриархом Александрийским, и с прочими святыми отцами предали проклятие Нестория и его ересь. После же кончины императора Феодосия, когда на престол вступил Маркиан с Пульхерией, возникнула новая ересь – Диаскора и Евтихия. Богохульно лгавшее, будто во Христе, было одно естество. Тогда в городе Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский Собор Святых Отцов. И святой Ювеналий сиял на этом соборе благочестием. Среди отцов, как деница посреди звезд, разгоняя тьму еретического зловерия. Когда же по окончании собора Ювеналий возвращался на свою патриаршую кафедру, в Палестину, в образе инока прибыл некий придерживающийся эфтихианского нечестий еретик по имени Феодосий, человек весьма коварного нрава. Последний порицал Святой Халкидонский Собор за то, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и возобновлено учение Нестория и лгал многое другое на церковь. Этот еретик, как повествует Евагрий, будучи ездным за свое неверие и злые дела из своего монастыря в Александрии, присоединился к нечестивому диаскору. Но за свое коварство и злобу Феодосий был наказан жестокими побоями, а потом, как мятежник, был посажен на верблюда и с поруганием проведен по городу. Придя после всего в Палестину, он стал возмущать церковь, рассеивая богохульную ересь. Тогда в Палестине находилась императрица Евдок, Евдокия, супруга благочестивого императора Феодосия-младшего, отправившаяся после смерти своего мужа на поклонение святым местам. Еретик Феодосий прежде всего склонил к отрицанию Халкидонского Собора императрицу Евдокию, а затем своей ересью причинил вред и многим неопытным инокам, соделав их своими единомышленниками. Со множеством этих обольщенных им иноков он поднял возмущение против патриарха Ювеналия, требуя, чтобы он высказал порицание на собор Халкидонский. Но так как Ювеналий не склонялся на это, то его не изложили с престола, и он удалился в Константинополь к императору Маркиану. Между тем еретик Феодосий, имея пособницей императрицы Евдокии и опираясь также на ослепленных ересью иноков, взошел на патриарший престол и причинял многие бедствия православным. Епископов же и клириков, не желавших иметь с ним общения, он одних не извергал, других предавал мучениям и смерти, разграбляя их имущество и разоряя дома. Так он поступил со скифопольским епископом Северианом, не пожелавшим принять его еретического учения. Не изложившись Севериана с престола, Феодосий предал его смерти. Вся Палестина находилась в страшном смущении, а святой город Иерусалим был как бы захвачен и опустошаем варварами. Когда святые отцы палестинские, скорбя о таком гонении и разорении церкви, к тому же и боясь рук мучителя, скрылись в отдаленнейшей пустыне, слезно молясь Богу об искоренении ересей и скорейшем наступлении мира церковного, В притче Иерусалимской церкви находился тогда искуснейший в слове и ревнитель благочестия диакон по имени Афанасий. Видя, что в церкви на патриаршем месте стоит, как мерзость запустения на месте святом еретик, лжепатриарх Феодосий, Афанасий, придя к нему, громогласно воззвал, говоря, «Перестань, Феодосий, переполнять убийствами святой город! Перестань поднимать брань на Христа и разбойнически изгонять из божественной ограды стада его!» Лишь только Афанасий сказал эти слова, он немедленно был схвачен феодосиевыми оруженосцами, вытащен из церкви и после разнообразных мучений и бесчисленных побоев окончил жизнь свою умершленной секирою. Дело же его было влачимо по всему городу на веревке, привязанной к ногам, и, наконец, брошено на растерзание псам. Между тем, воевода Дорофей, поставленный императором для управления Палестиной, в это время не был в Иерусалиме, так как находился на войне против маовитян. Узнавши обо всем, что происходило во святом городе, Дорофей поспешно вернулся с войском в Иерусалим. Но оруженосцы лжепатриарха Феодосия и императрица Евдокии по повелению последних заперли перед воеводой городские ворота, не дозволяя ему войти внутрь города. Они пустили его не раньше, прежде чем он дал им обещание быть с ними единомышленником в вере. Таким образом, лжепатриарх Феодосий, возмущая церковь, пробыл на престоле Иерусалимского патриаршества 20 месяцев, до тех пор, пока не пришло от императора к военачальнику приказание схватить его и как мятежника и убийцу отправить на суд в Константинополь. Но, заранее узнав об этом приказание императора, Феодосий тайно убежал на Синайскую гору, где и скрывался в неизвестности. Тогда святейший патриарх Ювеналий, пользовавшийся большим уважением в Константинополь у императора Маркиана Пульхерии и святейшего патриарха Константинопольского за свою добродетель, в соизволение императора отправился в Иерусалим, снова получил патриарший престол и начал приводить в порядок расстроенные церковные дела. Пустынные отцы, узнавшие о его возвращении, исполнились радости и возвратились каждый в свои обители. Императрица же Евдокия, совращенная в Ефтихианскую ересь, упомянутая Феодосием, колебалась умом, не зная, какого исповедания держаться ей. Тогда она послала Нарафитова в Антиохию к преподобному Симеону Столпнику и спрашивая у него полезного совета и наставления. Последний написал императрице письмо, приказывая ей примириться с святейшим православным патриархом Ювеналием и последовать его благочестивому учению. Императрица немедленно так и поступила, и всенародно отрекшись в ересь и вступила в общение с церковью кафолической. По примеру, императрица обратилась к православию бесчисленное множество народа, мирян и чернориисов, обольщенных ранее еретиком Феодосием. Остальное время своей жизни святой Ювеналий прожил в мире, украшая святую церковь словом, жизнью и пастырской бдительностью. В прологе записано о нем также следующее. Когда маркиан с Пульхерией устроили во Влахерне во имя Пречистой Девы Богородицы церковь, то они писали к святому Ювеналию, спрашивая его, знает ли он, где бы было положено тело Богоматери. Патриарх ответил, что не знает, однако напомнил древнее правдивое сказание о том, как было похоронено тело Богоматери, как святые апостолы слышали в продолжении трех дней ангельское пение, и как по прошествии трех дней открыли гроб Богоматери ради одного ученика, не бывшего при погребении. Причем не обрели тело Богоматери, но нашли только гробные пелены. Выслушав это, император и императрица снова написали патриарху, упрашивая его, дабы он прислал к ним по крайней мере запечатанную гробницу Богоматери с пеленами, что патриарх и исполнил. Святой Ивенали, потрудившись в сане священном всего 38 лет, с миром почил и предстоит ныне с небесными иерархами перед престолом славы великого архиерея, Господа нашего Иисуса Христа, которому восстылается слава во веки. Аминь. Ивенали патриаршествовал с 420 по 468 год. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова